В этом видео хочу обсудить тот ролик, который я очень долго ждал, Аня Енина против 50 хейтеров на канале Егорика. Можешь в следующий раз поставить фон в маразм, как у Макса плюс 100 500, но вот чисто мне будет смешно, вот чисто ради меня, чисто за респект. Да без проблем, братан, лови. Значит, еще буквально две недели назад, или месяц, или не знаю сколько у меня счет времени давно сбился, что, Егорик в рамках своего шоу «Блогер против 50 хейтеров» анонсировал выпуск с нашей любимой феминисткой всея СНГ Анной Ениной, которая, к слову, даже в среде феминистического комьюнити считается потешным персонажем, за которой зашкваров и переобувок больше, чем у меня волос на причинном месте. И сказать по правде, я хоть и собирался, понятное дело, про этот выпуск делать видос, потому что тема хайповая, но никаких серьезных надежд на этот выпуск, в плане того, что тогда придут действительно подкованные люди, которые смогут разнести Енину по фактам в пух и прах, что серьезно ударят по ее репутации, я не возлагал, о чем и написал в своем телеграм-канале. Также поделился мыслями, что, скорее всего, туда в очередной раз позовут каких-то зумеров-тиктокеров, не умеющих в полемику, которые будут задавать Ениной, ну и тупейшие вопросы по типу «А почему ты призываешь девочек не брить подмышки, а сама их бреешь?» Давайте сразу внесем такую ясность. То, что Енина зашкварный персонаж, это знают все, на нее выходило уже огромное количество разоблачений. Более того, она никак не изменилась и продолжает творить херню. Поэтому выпуск этот я буду комментировать исключительно исходя из того вопроса, насколько у хейтеров получилось разъебать Енину по фактам. Давайте начинать. Привет, Аня. Здравствуй. Рассматриваешь ли ты Даню Кашина как, ну, на роль своего парня? У меня вопрос связанный с предыдущим вопросом. Тебе действительно ли нравится Даня Кашин? Но ваши чувства, как я поняла, не взаимны. И именно поэтому ты на нем хайпишься постоянно. Ну, значит, первые два вопроса про Даню Кашина вообще в никуда. То есть это просто трата эфирного времени. И выглядело это со стороны задавших данный вопрос так, как будто не хейтеры пришли разъебать Анну Енину, а как будто фанат пришел на сходку любимого блогера и задает ему интересующие его вопросы. По крайней мере, как минимум с первой девчонкой у меня было именно такое ощущение. Но идем дальше. У меня такой вот вопрос к тебе. Ты считаешь нормальным спрашивать у несовершеннолетнего гостя в интервью о его половых связях и, в принципе, половых партнеров? Просто для меня лично это не норм, даже у совершеннолетнего. Ну, смотри, там же были обстоятельства. Я же не просто подошла к ребенку и спросила об этом. Нужно это учитывать. Я понимаю, при какой интервью ты сейчас говоришь. До этого были слитые материалы графического характера, где она еще в более младшем возрасте. И это спрашивалось с позиции раскрыть гостя больше для остальных людей в интернете. Потому что гостя, про который говоришь ты, ее очень любят в интернете маленькие девочки. И многие на нее равняются. И в ней есть, безусловно, очень много хорошего. Но также есть и негативные стороны и негативные аспекты ее жизни, которые было бы неплохо осветить полностью. Ну, во-первых, понятно, что если я на улицу подойду к рандомной даже совершеннолетней девушке, начну у нее спрашивать, сколько у нее было половых партнеров, или приглашу вполне себе нормальную девчонку на свидание, да, это будет неэтично. Но тут, если еще кто не понял, мы говорим про блогершу госпожу Эвелин, с которой у свинины, то есть у Янины, было интервью в рамках ее шоу «Грязь». И как бы, если что, эта блогерша прославилась своими сливами п*** графического характера. И которая сама как бы непрочна такие темы поговорить. И тем более, если уж мы говорим не про законы, а вот чисто про рамки этичности, то, во-первых, шоу Яниной называется «Грязь», то есть гости знают, на что они идут и какие там будут задаваться вопросы. А во-вторых, этот вопрос задает девушка девушке. То есть, если бы какой-нибудь мужик там 30-летний задавал 16-летней девочке вопросу, сколько у тебя было половых партнеров, то, согласитесь, с морально-этической точки зрения это бы выглядело гораздо отвратительней. Так что этот вопрос, ну, максимально не в топку. И в-третьих, если уж мы говорим про закон, хватит, б***ь, путать понятие совершеннолетия и возраста с***вального согласия. Насколько я помню, госпоже Эвелин 16 лет. И при таком раскладе, если она сама не против, то подробности е***ного характера с ней может обсуждать хоть Скуфидон 40-летний. Так что в этом вопросе Енина как бы держалась достойно, похвалю. Ну и предъява сама по себе достаточно тупая. Как будто Енина задавала этот вопрос не бабе, ведущей максимально деструктивный образ жизни, и которая по её же признаниям стала не девочкой, так скажем, в 11 лет, а 10-летней девочке в сарафанчике, ребёнку нетронутому. Ну, конечно, вот этот момент с Ениной это прям мем. Как? Другим способом, не брав интервью у ребёнка буквально. Как? И не хайпится на её теме. Да как? Нет, можно было по-другому. Как? Свинина, то есть Енина, а ты знала, что можно игры покупать дешевле, чем в Стиме? Как? Намного дешевле, чем в Стиме. Как? Ну вот прям ощутимо дешевле. Да как? Да задолбала ты на лоу-стим-маркете, где любые игры, аккаунты, подписки на различные сервисы продаются просто за сущие гроши. Допустим, как тебе Майнкрафт Стори Мод с Life is Strange всего за 167 рублей, или же Пау Ворлд, Скайрим, Гаррис Мод всего за 333, а Летал Кампани за 320 не хочешь? И такого добра на лоу-стим-маркете просто завались. Ну а если ты вдруг беспокоишься, что твой аккаунт окажется краденым или ключ нерабочим, то можешь не переживать, ведь у лоу-стим-маркета есть специально обученный бот, который проверяет аккаунты на работоспособность. А также сервис предоставляет от 12 часов гарантии на возврат средств. Так что если ты хочешь закупаться самыми топовыми новинками по самым демократичным ценам, то ссылочка на лоу-стим-маркет будет, конечно же, в описании. Нет, ну просто на самом деле ты тоже даешь им огромную популярность. Грубо говоря, волну хайпа после твоего интервью. Чем ты лучше тогда этих фриков, если ты у них интервью берешь? На самом деле очень всраты аргументы, сейчас объясню почему. Смотри, если Йенина снимает интервью с какими-то фриками, и это интервью набирает большие просмотры, то это означает, что данные фрики еще до нее были популярными. И еще до нее этих фриков расфорсили. Я почему на этом заостряю внимание, потому что данные предъявы частенько кидают и мне, когда я снимаю видео про фриков. И, наверное, процентов 80 людей, которые открывают подобные видосы, уже знают, кто такая условная сплитика и чем она в интернете прославилась. И такие интервью, как у Йениной, берутся не для того, чтобы поднять серьезную проблему фриков в России, а для того, чтобы просто банально собрать хайпа на их имени только и всего. И блогерам, которые на этом собирают хайп, абсолютно наплевать, что какой-то мизерный процент твоих зрителей подпишется на условную сплитику в Телеграме. Повторюсь, в тысячный раз это фрики-однодневки, которые живут не больше трех месяцев. Они были всегда и никогда ты это явление не поборешь. Ну, давай по пунктам. Я даю им волну хайпа. Человек просто так, который является не очень адекватным, например, ко мне на интервью не попадет. Он становится популярным из-за вас. Люди в интернете подписываются, смотрят по непонятным мне причинам. Я, ну, в душе не... Почему вам это нравится? Почему вы на это смотрите? И мои интервью как раз-таки раскрывают этих персонажей с позиции того, что все не так круто. Нет, если ты лижешь прокладки на камеру, у тебя, очевидно, есть какие-то проблемы. И давай о них поговорим. С чего это началось? Писала, какала? Было такое. Ну, а что я еще тут хотел подметить? В данном контексте такая предъява от этой девчонки не совсем уместна. Потому что эту предъяву можно повернуть и в твою сторону. Мол, зачем ты приходишь на шоу Егорика, которое 100% наберет хорошие просмотры, задаешь человеку, у которого ты считаешь зашкварным, какие-то вопросы, когда по такой же логике ты даешь Йенина и только дополнительную популярность, участвуя в этом шоу? Ну, думаю, с рекламой по ку**ам точно есть. В смысле, с рекламой по ку**ам? Я не рекламировала ни разу этот паблик. Ну, ты буквально его пиариваешь, ну, ладно, в последних интервью перестала, например, с той же Сплитикой. Миллиард раз этот канал поднимался, и даже Даня Кашина об этом говорит, о том, что, ну, очевидно, у вас, возможно, тоже есть какие-то договоренности с этим телеграм-каналом. Ты закончила свою речь на «Очевидно, у вас есть договоренности». В чем вопрос? Зачем это делать? Почему нет? А вот тут Йенина и посыпалась. То есть сначала на вопрос, зачем брать интервью у фриков, Йенин рассказывает про какие-то благие цели раскрыть персонажа с другой стороны, заглянуть к нему в душу, понять, как он чувствует, но при этом не видеть ничего такого в том, чтобы рекламировать телеграм-канал, который этих фриков и продвигает. Как бы окей, если бы ты сказала, что ты берешь эти интервью исключительно ради хайпа, как, например, я в этом открыто признаюсь и ничего такого в этом не вижу, то тут нет противоречия в том, чтобы рекламировать телеграм-канал, который продвигает этих фриков. Но если у меня такая репутация, что я чисто коммерческий персонаж, который снимает видосы исключительно ради хайпа, то Йенина же строит из себя какую-то мега-благодеятельницу. Однако по итогу оказывается, что в своих суждениях она ни хрена не последовательна. Кем ты себя считаешь, если по факту у тебя было с первым встречным? И считаешь ли ты это нормальным? Кем я... Ммм, а где здесь связь? Кем ты себя считаешь, если ты по факту с первым встречным переспала, который тебе повешал лапшу на уши? Я правильно понимаю, что ты навешиваешь на определенный ярлык того, что называешь меня ш... Нет, ты неправильно поняла, что на тебя навешивают какие-то ярлыки, якобы ты штука. Ты как бы по факту и есть штука. Считаешь ли ты это нормальным, если вот любая девушка бы так поступила, как ты? Считаю ли я нормальным, что любая девушка может сама распоряжаться своим телом и решать, с кем спать и когда? Да. Анечка, смотри, какая вещь вырисовывается. Ты можешь как угодно распоряжаться своим туловищем, хоть 10 сосисок одновременно в себя запускать. Но от того, что ты имеешь на это право и никто, как в Афганистане, тебя камнями за это не закидает, ты от этого ш... и по определению быть не перестаешь. На всякий случай для тех, кто не понял, внесу ясность. Вот есть, условно, женщина, которая оказывает х...ные услуги за деньги. Это называется проститутка, то есть это не оскорбление, это просто профессия. При этом девушка, которая ведет беспорядочную половую жизнь и которую можно довольно легко развести на истинную близость, это по веками устоявшемуся определению ш...уха. И смотри, это в каком-то обществе может быть нормой, в каком-то ненормой, но по определению такая девушка ш...уха. Хорошо, спасибо. Не за что. Заберите у него микрофон, больше не давайте ему ни права голоса вообще, нет, нет. Сексист еб... И на самом деле видно, конечно, что у Анечки подгорело, но и пацан этот немного закаблучил. Потому что я бы на его месте, хотя я бы на его месте и не оказался, учитывая мою ненависть к Йениной, и учитывая сколько раз она оскорбляла и травила мужчин в своем тиктоке, придерживающихся каких-то неправильных, по ее мнению, взглядов, можете меня, конечно, за это осуждать, но я бы постарался максимально, даже используя оскорбление, давление на болевые точки, довести ее до слез и истерики. Вот такая я мразь. Ну, а пацан этот, видно, как-то застеснялся дальше на нее давить, как-то сломался перед ее напором, ну, в общем, слабенько, слабенько. Понимаешь, как получилось, вот, что он не оскорбил тебя, он задал вопрос... Он задал вопрос именно таким образом? Ну, это ты придумала, это то, что ты сейчас так восприняла. А ты... Нет. Нет-нет-нет, он именно что задал тебя вопрос, кем ты себя считаешь, и ты сама же на него ответила, причем ответила правильно. По грязь, ты вместе с Дашей Каплан читала переписку, ну, Дашей Каплан с Лизой Мадрид. Это была моя переписка? Вот именно, что это была не твоя переписка. Это я ее показала? Нет. Ну, значит, я ничего не сливала, все, вопрос закрыт. Ну, все равно не считаешь... Вопрос закрыт. Не считаешь... Ты пытаешься передергивать? Хорошо, я пытаюсь, хорошо, я пытаюсь. Не надо, не пытаюсь. Господи, каких же слабых вообще просто оппонентов набрал Йенин и Егорик? Но они же сыпятся от любого напора со стороны этой стервы. И не могут даже маломальски обосновать свою предъяву. Опять же, я не знаю, что там за контекст личной переписки был в ролике Йениной. И опять же, если в видосе Йенина и Даша Каплан сливала личную переписку с кем-то из ее знакомых, то, может быть, со стороны Йениной ты не такой уж и зашквар. Да, конечно, ты ответственна за то, что ты вставил этот момент в ролик со сливом личной переписки. Но, с другой стороны, ты сделал твой гость по своей инициативе. Я бы, конечно, этот момент не оставил, потому что это мразотство. Но тут больше Каплан претензии. Но если ты пришла на шоу с какой-то предъявой, а Йенину раскипать легко, достаточно обзора, а морала на нее посмотреть, то, ну, хоть как-то постарайся свою позицию отстоять публично. А не сыпаться после малейшего напора от этой б***овки. Пил женщин и так далее. Как к нему еще можно относиться? Положительно, ведь они сами к нему приходят. То есть это вина именно девушек, а не молстроя. Слушай, сами приходят. У меня был случай, что одна из моих знакомых посетила такое мероприятие, но почему-то оказалась в измененном состоянии, хотя не пила алкоголь. Как-то вот очень странно так вышло. Да, сами приходят. Только они не выбирают быть в определенных состояниях. Почему-то, ну вот, а почему-то в них ходят. Как-то странно. Ладно, а у меня такое заявление у моего приятеля. Ну давай, давай. Да, представляешь, Анечка, то, что на подобных мероприятиях девушек могут чем-то накачать, это последствия того, что ты сама пришла на заведомо маргинальную тусовку. То есть давай смоделируем ситуацию. Если бы какую-то приличную девушку пригласил в интернете на свидание вроде бы с виду приличный парень, мило с ней общался и где-нибудь в кафешке накачал бы ее какими-то веществами, так, чтобы потом отвезти ее домой, то тогда не в том, что ее накачали, а в том, что вообще в принципе ситуация так сложилась, виноват будет только этот парень. Но когда ты, девушка, не самых высоких моральных принципов, сама идешь на заведомо маргинальную тусовку ради каких-то бабок и подачек от Мелстроя, то в том, что там может с тобой какая-нибудь подобная история приключиться, виновата будешь только ты. И нет, я здесь не занимаюсь виктимблаймингом, как это у нас принято говорить. То есть это не то же самое, когда девушку, например, обвиняют в том, что ее изб**нули, только потому, что она надела короткую юбку. Нет, здесь скорее подойдет другая аналогия. Это как если я иду по улице, вижу забор с надписью «Осторожно, злая собака», но все равно через этот забор перелезаю, потому что надеюсь, что со мной-то ничего не произойдет. Что эту собаку молния е**ет, что она там ноги себе переломает, пока бежать до меня будет. Или то же самое, что я сейчас в какие-нибудь бразильские фавелы зайду, знаю, что это криминальный район, и когда меня там убьют или ограбят, ну как бы да, перед законом будет виноват тот, кто это сделал. Ну а по факту, а какого хрена я вообще туда поперся, когда знал, что лучше не надо? И как вы думаете, после этого замечательного спича Йениной что произошло? Правильно, пацанчик, который задал ей этот вопрос, сломался и не стал дальше свою позицию аргументировать. Следующий экземпляр, который там на коленях стоял с кольцом, это вообще кринж полнейший. Будешь за меня замуж? Не, я понимаю, если б ты ей какую-нибудь коробочку дал, типа подарок, она открывает эту коробку, а там свежий кусок говна. Это бы было еще смешно, но тут я не понимаю, даже если ты это хотел все в шутку вывернуть. В чем прикол встать на коленях перед Йениной и сделать ей предложение? Просто сказать, что это шутка. Тогда бы она посмеялась, брат, понимаешь? Это шутка. А панчлайн какой-то будет у этой шутки, извините? В чем прикол хайпится на своих волосатых подмышках, а также говорит, что ты уважаешь всех девушек, которые не бреются, аргументируя это тем, что девушка не может побриться по своей воле, но после того ты бреешь подмышки. Почему ты не считаешь свои действия противными? Нет, я, конечно, знал, что мои прогнозы частично сбудутся, но не настолько же, блядь. А по факту, например, ту же самую тему с объективизацией? Что, мол, Йенина вся такая за феминизм, топит против объективизации женщин, а сама при этом одевается, как ночная бабочка с Ленинградского шоссе. Эту тему можно было дальше развить. На этот тейк Йенина оправдалась следующим образом. Мол, якобы, да, она топит против объективизации, то есть против самой проблемы, которая есть в обществе. Но при этом сама она одевается, выглядит так, как ей по кайфу. И эту тему можно было развить так. Йенина лишь продает феминизм маленьким девочкам с еще не окрепшим сознанием. Но при этом сама она по этим принципам не живет. И выглядит она красиво, то есть бреет подмышки, надевает коротенькие юбочки, красится. Не потому, что ей само это по кайфу. Потому что для любой девочки краситься, носить каблуки, мини-юбочки, это как минимум лютый дискомфорт. И делают это женщины не для себя, а для того, чтобы красиво выглядеть в обществе. То есть ловить взгляды своих подруг, ловить восхищение, какие у нее приятные духи, какая у нее красивая юбочка, как она хорошо подчеркивает ее талию. И я не говорю, что это плохо, это абсолютно нормально для любой девчонки. Да и у пацанов то же самое. Когда мы идем куда-то, где нам не пуй, как мы будем выглядеть, то мы также надеваем модные кроссовки, цепляем какие-нибудь часики. И мы это делаем не для себя, потому что для себя, я извиняюсь, я в трусах по дому хожу. Мы это делаем для того, чтобы презентабельно выглядеть в обществе. И Йенина, она прекрасно понимает, что если в обычной жизни она будет вот такой вот трушной ротфемкой, ты же жху, без макияжа в балахоне и волосинах. Она не будет ловить на себе взгляды, восхищение, она не будет привлекательной для парней. А ей все равно всего этого хочется, ей хочется быть востребованной. Ей хочется чувствовать себя яркой, красивой, ухоженной девочкой. Потому что как бы ей этого не хотелось, она прекрасно понимает, что по-другому внимание парней, внимание женщин в новом коллективе она не завоюет. Поэтому она именно что продает феминизм, а не придерживается в жизни своих идеалов. И вот на это можно было надавить. У тебя было видео, ты выкладывала, как ты в платье с прокладками. Так. Во-первых, где оно? Во-вторых, как тебе эта идея пришла выйти на улицу, в какое-то помещение, заснять видео? И вообще, как вот это все произошло? Так, подождите секунду. Я правильно понимаю, что это шоу 50 хейтеров, где они должны задавать просто разъебнейшие вопросы, которые 100% поставят ее в тупик и уничтожат ее карьеру? Но опять же, повторюсь, тут создается такое впечатление, что некоторые персонажи пришли сюда чисто как на фанатскую сходку Йениной. Просто позадавать своему кумиру интересующие их вопросы. Привет. Здравствуй. Ты выступаешь с позиции жертвы, рассказывая про тяжелую ситуацию в семье. А сейчас считаешь нормальным п***ться с таксистом. Приходить на шоу, выглядя как п***ть. Наряд твой сейчас явно не в тему. На что ты делаешь ставку такими выступлениями, действиями? Перефразируй. Я уж сказал вопрос. Перефразируй. Не хочу. Да ладно, хоть один нормальный пацан, который не закаблучил и не осадился после ее напора. Вот тут все четенько. Она начала свои манипуляции по типу перефразируй. Типа с ней должны разговаривать с каким-то особым уважением. Хотя кто ты такая обычная п***ина? А он не поплыл, как предыдущие персонажи из серии. Ну я вообще не то имел в виду, я просто задаю вопрос, а четенько ответил. Я все сказал. Тогда иди сюда. Подруга, а ты не ох***ла ли часом? Это как бы шоу Егорика, а не твое. И здесь он решает, кому оставаться, а кому уходить. Ты выглядишь... Мое личное мнение. Нет, братан, она не выглядит, она и есть. И это как бы не мнение, а факт. Я бы хотела, чтобы его удалили из зала, я не буду продолжать шоу, пока он здесь сидит. Все просто. Мужчины не должны иметь такую власть, чтобы называть женщину публично б***ю или ш***ой. Уходи. А ты там часом не ох***ла? Мне волос на пятой точке хватит, чтобы сосчитать то количество раз, сколько ты оскорбляла мужчин в своих тиктоках, в своих видео и так далее. Тех мужчин, которые, по твоему мнению, придерживаются неправильных взглядов. То есть ты имеешь на это право, а тебя публично назвать тем, кем ты по факту являешься, никто права не имеет. Смотрите, с одной стороны, я когда создавал это шоу, не говорил, что можно напрямую оскорблять. Вот конкретно оскорблять. Это неправильно. Вот, кстати, тут хорошо подмечено. То есть Йенина оскорблять своего оппонента и называть его к***ым сексистом только потому, что тебе не понравился его вопрос. Который, да, возможно, какие-то намеки содержал, но ни одного прямого оскорбления в этом вопросе не было. Это как бы позволительно. А когда прилетела обраточка, и хоть у одного пацана хватило яиц разговаривать с тобой так, как ты этого заслуживаешь, то тут она включила важную цацю, я не буду продолжать шоу, пока вы этого мужела она не выведите. И тут, на самом деле, на месте Егорика, как ведущего, если он уважает гостей, которые пришли к нему на шоу в качестве хейтеров, на этом выпуск можно было уже заканчивать. Потому что на этом Йенина уже показала свою слабость и стресс и неустойчивость. Так как если ты пришла на шоу к своим хейтерам, то будь добра держать удар, извините. А не ныть организаторам, что пока вы его не выгоните, я дальше на вопросы отвечать не буду. Но по итогу этого чела все равно выгнали. Слава, пожалуйста, скажи, был ли такой вопрос, где идет прямой стабильник, типа, б***ь, и так далее? Ну чел, сори, пока. Это неправильно. Но справедливости ради не потому, что Егорик прогнулся под Йенину, потому что, оказывается, по регламенту все вопросы о Ни Йениной нужно было изначально согласовывать с Егориком, чтобы не было каких-то оскорблений или провокаций. Но данный чувак этот регламент нарушил, предварительно свой вопрос не согласовав. Поэтому тут как бы пацан все равно красава, но выгнали его по фактам, потому что регламент есть регламент, извините. Привет. Здравствуй. Морни, если ты против феминизма. Да. Тотально сливы уничтожил эту вумен по фактам. Здравствуй. Ты же много говоришь про феминизм, так вот, ответь на вопрос, в каком году появилось понятие феминизма? Цифры тебе точно не назову. Ну, значит, ты не ответила. Секунду, я сейчас правильно понял, что ты типа раз**ал феминистку тем, что она не знает, когда появилось определение феминизма? Хотя нет, он решил считерить и получить от Йениной 5000 рублей, якобы за то, что она не ответила на вопрос. Но все равно, так или иначе, это очень странный тейк. Допустим, я играю на электрогитаре. И по твоей логике, показателем, плохой я гитарист или хороший, служит не моя техника, постановка руки, музыкальный слух, умение импровизировать. А то, что я не знаю, в каком году появилась первая электрогитара, да я е***у, что ли, когда она появилась, как это вообще влияет на мои навыки? Ты решила стать феминисткой только потому, что мужчины не хотят связывать с тобой свою жизнь? С чего ты взялась, что мужчины не хотят со мной связывать свою жизнь? Я была замужем. Нет, Анечка, именно мужчины не хотят с тобой жизнь свою строить, а вот каблуки, к***у, да, оленя, может быть, да. Ты, сука, это лучший кадр за все шоу. Лицемерка, а зачем ты так откровенно оделась вообще? Это просто ноги. Была задача задать вопрос Ане. Зачем я оделась, как оделась? Да. За тем, что мне так захотелось. Это не ответ. Б***ь, просто лучшее. Пришла разб***ть феминистку вопросом, почему ты так откровенно оделась. То есть не уточнить, почему тебя вообще этот вопрос интересует, а просто в лоб задавать вопрос, почему ты так откровенно сегодня оделась. Мол, ты чё, ух***ла, что ли? Нет, мне неприятно смотреть на тебя, известную личность, как ты сидишь здесь в короткой юбке. То есть вы поняли, не поймать Йенину на противоречие, что якобы она сама топит против женской объективизации, а одевается при этом как на модельный показ в поисках папика, а просто наезжает на неё, потому что мне неприятно, как ты сегодня оделась. Слышь, Егорик, ты кого, б***ь, понабрал туда вообще? Дальше я решу скипнуть, потому что следующие предъявы там, ну просто ни о чём. Ну то есть из серии ни рыбы, ни мяса, ни покринжевать, ни похвалить. А вот следующий придурок мне прям особенно запомнился. Йока, у меня такой к тебе вопрос. Я считаю, что у тебя достаточно дох*** денег. Почему, раз столько у тебя денег, ты не можешь выглядеть нормально? Найми себе стилиста или б***ь, ходи в зал. Я считаю то, что ты трендсеттер, правильно? То есть люди, которые здесь сидят, они немного копируют тебя. Так, ну по поводу зала, абонемент у меня есть. Этого вообще не видно, абсолютно. Не видно, что я хожу в зал? То есть нет, подожди, ты одеваешь такие откровенные наряды, то есть как ты там специально одеваешься и показываешь на показке. Смотрите, какой у меня пузо, типа, или что? Б***ь, это просто самый мемный персонаж этого выпуска. Я честно вообще не думал, что я когда-то буду защищать Йенину, но абстрагируюсь от того, что она из себя представляет, как девочка, она довольно симпатичная. И там лишним весом даже и не пахнет. Ну да, ляжки, небольшой животик. И во-первых, это спис никогда не понимал тех, кому нравятся костлявые. А во-вторых, ну это даже близко не проблемы с лишним весом. А в-третьих, тебя вообще каким боком волнует, насколько сильно она следит за своей фигурой. И уж тем более, какая-то разница, на что она тратит свои деньги. И просто самый прикол, кто это ей говорит? Чувак, тебе, чтобы выглядеть нормально, никакие деньги не помогут. Потому что нелепого долб***ь, который общается в стиле афроамериканцев из гетто, из серии «Йо, у тебя много денег, так почему ты не приведёшь в порядок свою фигуру?» И вы понимаете, да, насколько это нелепо смотрится, когда перед вами вот такое стоит. И который за каким-то хером напялил в помещение солнцезащитные очки авиатора не спасут никакие деньги, хоть ты к Шварценеггеру на персональной тренировке запишись. Я так и не получил ответ на свой вопрос. Почему ты не занимаешься своей фигурой, как бы? Я очень хочу встать. Есть вероятность того, что у меня, ну, разойдётся юбка, и вы увидите меня в трусах. Так. Ну давай, я постою. Подскажи, пожалуйста, где здесь пару лишних килограмм? Что, потрогай, потрогай, тебе можно. Нету талии. А какая она должна быть? Я не понимаю, во-первых, тебя каким макаром волнует, как выглядит Йенина? Как её профессиональная деятельность коррелируется с тем, что она должна как-то по-особенному выглядеть? Она что, какая-то модель и при этом критикует других девчонок за их внешность? Это первый момент. А второй, ты уверен, что с твоей нелепой внешностью можно вполне себе симпатичной девочке предъявлять за пару лишних килограмм? Тем, что мой вес сейчас примерно 52 килограмма, 53. Сколько я должна весить, по-твоему? 50. Я не понимаю, ты одобрение зала, что ли, ждёшь? Такой хер по сторонам оглядываться после своего же утверждения? А, и произнести это утверждение с вопросительной интонацией. В минус уйти, чтобы тебя устраивала моя фигура. Всё, ладно, базар, я тебя услышал. Нет, не базар. То есть, ты сам вкинул хер и понял, что обосрался. И в конце такой, ну всё, базар, только отстань от меня. Но, однако, Йенина не отстала. Это ты называешь прессом? Это пресс. Ты просто дрыщ. Чё, ну по твоей логике, если Йенина для тебя жирная, то ты тогда вообще дистрофик. Ты даже не качок. Хочешь, я тебе покажу, как я выглядел, когда я занимался... Ну, знаете, тот самый физрук, который вот-вот бы попал в сборную, если бы не травма в 98-м. Честно, я не думал, что я хоть в каком-то моменте буду хвалить Йенину и буду на её стороне. Но в данной ситуации просто красотка. То есть, встал какой-то максимально нелепый чувак. Начал предъявлять Йениной за её фигуру, которая как бы вполне себе обычная фигура женская. Как бы не толстая и не костлявая. Начал затирать за то, что она обязана как-то ходить в зал, заниматься собой, если она медийная личность. Вопрос с х*** ли обязан, он не пояснил. Начал зачем-то считать её деньги, потом сам же с дискуссии слился. Выяснилось, что сам-то он за своей фигурой не следит. И теперь он в попытках хоть как-то оправдаться, начал вспоминать, как он выглядел, когда занимался. Господи, ты настолько жалкий и нелепый персонаж, что просто пи***ец. Итого, что мы по факту имеем. В течение всего выпуска не нашлось ни одного человека. Кто хоть сколько-то смог предъявить Йениной по фактам. Были те, кто как бы начинал толкать что-то более-менее здравое, но потом под напорой Йениной просто сливался. И из-за недостатка уверенности выглядел крайне неубедительным. Были такое чувство, что просто её фанаты, которые пришли ей интересные вопросы позадавать. Были откровенно кринжовые персонажи, которые просто предъявлялись за то, что она как-то не так выглядит. Им это, видите ли, просто не нравится. И ведь Йенина достаточно зашкварный и противоречивый персонаж. И было огромное количество тезисов, которые можно было дальше развить. Но, смотря на то, кто пришёл на это шоу, у меня все вопросы, честно говоря, отпали. Знаете, каждый раз после того, как я заканчиваю ролик, я думаю, как я этот ролик буду называть на ютубе. Ведь броское название – это один из основополагающих факторов успеха видоса. И если в случае с Дашей Дошик, также в рамках шоу Егорика, я слово «унизила» поставил в кавычки, то в этот раз, если я назову видос Йенина «унизила хейтеров» без кавычек, то это название будет самым подходящим. Ну и ещё пару слов лично от меня. Многие, понятно, мне здесь напишут, что я в каких-то моментах перетоксичил, что это девочка, с ней так нельзя, то повторюсь в который уже раз. Правила этикета, которые были придуманы во времена благородных рыцарей, работали исключительно по отношению к благородным леди. Но с такими вот напыщенными, бодловатыми тёлками, как Йенина, которые думают, что они безнаказанно могут оскорблять мужчин столько, сколько им это заблагорассудится. А мужчина при этом не имеет права её оскорблять, потому что она девушка. Такие правила не работают. Намотайте себе это на ус. И в очередной раз поздравьте меня, я гений, но мои прогнозы полностью подтвердились. На этом у меня всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.